приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня мы попытаемся разобраться в одной интересной теме меряченье странная и необъяснимая болезнь которая наблюдалась у жителей севера в конце 19 века на севере россии распространилась таинственная болезнь во время приступа люди входили в некий транс становились легковнушаемыми и как под гипнозом и помнили потом своих действий сознание делается спутанным появляется устрашающие галлюцинации больная видит черта страшного человека или что-нибудь подобное начинает кричать петь ритмично биться головой об стену или мотать ее из стороны в сторону рвать на себе волосы так в начале 20 века советский врач сергей мицкевич описывал типичный припадок неизвестной очень странной болезни которой заболела женщина якутка болезнь прозвали меряченьем от якутского глагола мерячить или быть одержимым в состоянии безумия ее стали фиксировать в конце 19 века что характерно только на территориях северной сибири ни в средней не в южных полосах страны ею не заражались в кавычках зато на севере люди впадали в безумие казалось ни с того ни с сего иногда по одиночке а иногда целыми группами у всех заболевших были одинаковые симптомы человек внезапно полностью отключается от внешнего мира входит практически некий транс припадок сопровождающийся судорогами и спазмами этнограф вацлав сирошевский наблюдал сильные физические и душевные страдания таких людей он писал больные воют кричат причитают рассказывают небылицы в это время его ломает сводит и бросает из угла в угол пока истощившись такой человек не засыпает в припадке такой человек импульсивно повторяет слова и действий окружающих его людей и легко исполняет данные им приказания даже если это бессмысленно и опасно для его жизни если кто на глазах больного подпрыгнет или ударит себя то же самое делает и больной он может бросить ценимый им или хрупкий предмет если перед ним кто-нибудь бросит любую вещь отмечали исследователи феномена но если пытаться ограничить действия держимого он обычно впадает в буйство и демонстрирует несвойственную человеку силу есть множество свидетельств того как подростка они могли удержать силой и несколько мужчин впрочем если приступы отдельных людей можно было списать на временное помешательство психическое расстройство или некую шутку то например приступ одновременно у семидесяти человек вызвал серьезное беспокойство в 1870 году такой случай был зафиксирован в отряде казаков в нижней колымской части во время строевого учения рота внезапно начала повторять командные слова за командиром будто передразнивая его командир не понял и вышел из себя и к своему удивлению услышал собственные только что произнесенные угрозы но только от солдат одновременно все они побросали оружие на землю вопросом исследования мерячние решили заняться в 1922 году к тому моменту скопилось немало свидетельств северного помешательства так его назвали явлением заинтересовался академик психиатр владимир бехтерев после того как получил сообщение от врача и бывшего ссыльного из района лавозера на колымском полуострове по фамилии григорьев наблюдая за спонтанными приступами болезни среди местного населения григорьев заметил что подобные вспышки заболеваний возникает в то же время и в соседних поселениях он впоследствии пришел к выводу что все приступы связаны с полярным сиянием также он прозвал эту болезнь зовом полярной звезды мерячение результат какого-то внешнего воздействия природного характера утверждал григорьев бехтерев основал и возглавил институт мозга человека который помимо изучения физиологии и психической деятельности занимался поиском научного обоснования телепатии телекинетики и гипноза он отправил на кольский полуостров экспедицию во главе с александром барченко известным исследователем эзотериком на самом деле не полярный психоз была основной целью этой экспедиции а поиск останков мифической гиперборейской цивилизации но психозом заинтересовались советские чекисты экспедицию лично поддержал председатель в чека феликс держинский не путать с чего к так что прибыв на полуостров барченко в течение двух лет тщательно собирал сведения о болезни и сам стал ее жертвой в районе лавозера он пытался договориться с местными шаманами пустить экспедицию на священный остров роговой получив отказ группа все равно поехала на остров по пути у озера сейд озера они начали встречать обтесанные прямоугольные гранитные глыбы напоминающие пирамиды вымощенные участки дороги и прочее а затем наткнулись на необычный лаз уходящий под землю тем не менее пуститься туда группа так и не смогла по их свидетельствам всех одновременно охватил беспричинный ужас люди потеряли контроль над собой фотография барченко слева сверху с участниками экспедиции на озере лавозера у священного лопарского подземного лаза 1922 год лаз то есть в землю идет какая-то дыра барченко в закрытом режиме представил доклад о мерячении по возвращению но в чем причина психоза выводы сделаны так и не были доклад засекретили современные исследователи наводили справки фсб о том докладе но им ответили что вся документация была уничтожена в 1941 году когда немцы подходили к москве сам барченко был обвинен в шпионаже в пользу англии и создании масонской контрреволюционной организации и в тот же день 25 апреля 1938 года расстрелян другие участники группы также были репрессированы в конце 1930-х годов стиль скажем так прослеживается северяне считают мерячение началом так называемой шаманской болезни поскольку массовая одержимость во время магических ритуалах во многом напоминают людей в состоянии мерячения оба явления объясняются вселяющимся духом но если шаман вызывает духа по своей воле и может повелевать им то в случае с мерячением дух якобы вселяется в человека помимо его воли связь с шаманизмом и видят психиатры но связывают это с общей предрасположенностью местного населения к психическим эпидемиям присутствие большого количества лиц обладающих повышенной внушаемостью создавала в традиционных обществах севера в сибири особый психологический климат способствующую повышению социальной значимости шаманизма не случайно смерть шамана часто вызывала вспышку психогенных заболеваний эпидемии прекращались тогда когда один из заболевших становился шаманом нарушенная смертью шаманом мироздание восстанавливалась отмечают ученые и исследователи севера интересно они указывают на сходство с другими проявлениями истерии у малайцев у североамериканских индейцев у аинов а проводит параллель с и с кликушеством видом истерии когда помимо таких же признаков как громкие крики подражание и галлюцинации добавляется еще и и религиозный подтекст кликуши не выносят присутствие христианских атрибутов молитв и не могут пойти к причастию впрочем и специфический психологический климат по мнению ученых не возникает на пустом месте лав озеро куда отправилась первой экспедиции для изучения мерячения расположена в самом центре кольского полуострова вокруг тундра заболоченная тайга местами сопки большую часть года там зима полярная ночь когда солнце вообще не появляется на небе длится месяц полярный день с незаходящим солнцем 52 дня все это угнетает нервную систему и сказывается на здоровье об этом писал и павел якобы психиатр и этнограф психическая эпидемия развивается лишь в нервно истощенном ослабленном физически нравственно и умственно население ну на самом деле что хочется сказать по этому поводу я отчасти соглашусь с тем что например дневной и ночной цикл когда сбивается у человека то есть когда человек ночью бодрствует днем спит либо наоборот когда день очень долго длится когда ночь очень долго длится у человека сбивается биоритм определенный когда ночью они спят а днем они бодрствуют если нарушить этот биоритм и пробыть в нем достаточно долго психика начинает немножко пшатываться я например на себе это испытал в определенные моменты жизни и раньше я к этому относился скептически но со временем понял что это все-таки очень сильно действует поэтому я предполагаю если там ночь длится например целый месяц и день потом длится еще пятьдесят два дня то есть но почти два месяца то это очень сильно влияет поэтому за психологическое скажем так здоровье этих жителей которые там обитают никто не отвечает но смысл в другом и здесь заявляется о том что одновременно 70 человек были подвержены приступу этой болезни к этому уже стоит относиться очень серьезно но на самом деле как всегда происходит возможно они выяснили причину этого но никто естественно простому люду глубинному народу рассказывать не будет этнограф василий анучий припомнил наглядный пример с политической ссылкой в турханский край местность в восточной сибири ныне территория красноярского края и и широко применяли после первой русской революции 1905 года ссыльные жаловались на бессонницу мигрени сердечные перебои боль под ложечкой галлюцинации зрение и слуха раздражительность из 112 человек посланных в ту пору в турханский край уже через год шесть человек были отправлены в томскую психиатрическую больницу писал анучий отмечая что ссылку в турханский край в конце концов царское правительство отменило признав излишне жестокою а советское время отправка туда ссыльных возобновилась дело в том что в царской россии все еще относились к людям как к людям как говорят советский язык в одной руке мог нести дневную норму по добыче руды у царского заключенного вот такие были дела вспышки психоза во время северного сияния также можно связать с особенностью организма реагировать на возмущение магнитосферы самое яркое северное сияние возникает во время геомагнитных бурь не случайно северные шаманы подстраивают проведение ритуалов и мистерий под это время так что по всей видимости мерячь не стала следствием одновременного климатического и социо бытового и физико-географического фактора заболевали им не только местные аборигены но и пришли те кто пробыл на севере продолжительное время с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравится мои видео оставляйте комментарии что вы думаете по этому поводу до встречи в следующих видео